Среднестатистическая мама успевает в день сделать до 50 дел. От стирки одежды до приготовления уроков. Самое интересное, что треть от своих дел каждая мама успевает сделать утром до 9 часов, но основную часть она успевает уже вечером после того, как дети лягут спать. Уважаемые мамы, было бы неплохо, если бы, разрешая сегодня вечером ваши дела, вы смотрели и эту передачу, и поделились своими размышлениями. Что значит быть хорошей мамой в современном мире? Какие периоды в жизни мам самые непростые? И как научиться радоваться жизни, обходя все стрессы? Тема передачи «Легко ли быть мамой?» К разговору готовятся социолог, психолог и юрист. Ну а вы, уважаемые телезрители, звоните, пожалуйста, 342243, номер нашего телефона, и пишите в Вайбер, номер вы видите на экранах. На мой взгляд, требования к женщинам в современном мире становятся все серьезнее. Сегодня они включают знания от психологии до менеджмента. А если речь идет о профессионально ориентированных женщинах, такие имеют дело еще и с возрастающей конкуренцией на рынке труда. Согласны ли с моим мнением эксперты и гости передачи, сейчас узнаем. Знакомьтесь, пожалуйста. Сегодня в гостях Диана Тарасова, Марина Джалая. Это мамы современные, красивые, успешные, к слову, многодетные. И Анатолий Злотников, белорусский социолог и демограф, кандидат экономических наук, профессор Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер, Деночка. Добрый вечер, присутствующие зрители. И зрители. И первый вопрос мамам. Скажите, пожалуйста, вот просто ли сегодня приходится мамам? Буквально по два предложения, тезисно. Ну, мамам приходится современным непросто, но, ну, с другой стороны, спасибо Богу, что он дал почувствовать себя мамой. И все эти тяготы, наверное, хлопоты, они ничто с ощущением счастья, которое дарят дети. Спасибо, Марина, за ответ. Диана, что скажете вы? Конечно, очень большие требования современное общество к мамам предъявляет. И это очень, наверное, несет какой-то, требует ответственности какой-то особой. Но, соглашусь с Мариной, это, наверное, ничто по сравнению с ощущением счастья быть мамой. Это здорово. Расскажите вот несколько слов, дайте, о своих семьях, чтобы наши зрители понимали, что за семья, какие вы сами, сколько у вас детей? Ну, я сказала по трое, но какие-то мальчики, девочки, какого возраста? Марина, пожалуйста. Моя семья – это пять человек, я, муж, трое детей, двое сыновей и дочка. Дочка младшая, очень мы хотели девочку. Ну, мы и мальчиков хотели, но хотели, чтобы были разнополые дети. Старшему и младшему? Старшему 12, второму сыну 7 и дочке младше 4 года. Пожалуйста, Диана, несколько слов. У нас тоже пять человек в семье, тоже трое деток. И тоже одна дочка и два сыночка? Только? Только старшая у нас дочь, ей 15 лет, младшему 2,5 и среднему 6 лет. Спасибо. Девочки, еще вопрос. Легко ли быть хорошей мамой в современном мире? Вот такой вопрос. Он уже несколько по-другому звучит. Марина? Мне кажется, это зависит от того, какие мы сами ставим себе цели, наверное. Какие рамки, я не знаю. Потому что для кого-то быть хорошей, не знаю, мамой – это просто приготовить детям есть и знать, где они. Для кого-то это, чтобы они учились на десятки. Для кого-то, чтобы они посещали еще 10 секций и каждую секунду были заняты. Просто каждая мама считает себя хорошей тогда, когда она реализует определенное количество своих задач. Абсолютно точно. Но я считаю, что главное, чтобы дети чувствовали, что мама их любит. Чтобы они понимали, что они любимые, что они защищенные, что мама всегда на их стороне. Я благодарю вас за такой ответ. Возможно, кто-то посчитает, что главное – обуть, одеть. И, кстати, так многие считают. А ваше мнение – главное, чтобы дети были любимы и любили маму. Диана? Я еще хочу добавить, что хорошая мама, на мой взгляд, это… В современном мире. В современном мире. И в любом мире – это счастливая и спокойная мама. Потому что несчастная, уставшая, затюканная, задерганная мама не может вырастить счастливых детей. Благодарю. Антолий Геннадьевич, присоединяйтесь к ответам Дианы и Марины. Вот легко ли быть мамой, хорошей мамой в современном мире? Здесь, во-первых, есть два понятия. Хороший и легко ли. Хороший – это сложный вопрос. Дело в том, что хорошая ли мама могут оценить, это, во-первых, родственники, дети, соседи. Могут оценить люди по работе и так далее. И одни считают, что она хорошая, другая, может быть, что-то дает другие проблемы. Но легко ли? И вот здесь есть реальные условия, объективные условия, которые создают препятствия на пути быть хорошей мамой. И в глобальном плане, в макросоциологическом, и в микросоциологическом. Ну, в глобальном. Ну, давайте вот скажем. Демографическая структура Республики Беларусь. 53,5% составляют женщины, 46,5% – мужчины. Хотя рождаемость на 100 девочек, скажем, в Гомельской области за последние два года, родилось 106,5 мальчика. Но не хватает в итоге после определенного возраста, особенно после 25 лет, для молодых женщин соответствующего возраста мужчин. Потому что смертность среди девочек меньше, чем среди мальчика определенного возраста. И говорят биологи, что природа на женщинах консервативна. Она сохраняет лучшее качество, свойственное человеческому роду. А на мужчинах природа экспериментирует. И результаты этого эксперимента на худшие исчезают. Причем мы часто списываем, это тоже фактор позже, пьянство, хулиганство, вождение машин. Но ведь же смертность еще до этого возраста, до этого, и до года, второго, третьего, не пьют, не хулиганят, по женщинам не ходят и так далее. Но смертность больше. Это первый. Второй. Вот присутствуют две прекрасные мамы, две прекрасные женщины. Они имеют высшее образование. Вы знаете, проблема макрососологическая высшее образование. Если взять за 100% ежегодное поступление абитуриентов в высшее учебное заведение, то примерно пропорция такая. 60 в различные годы-65% это представительницы женского пола. Но на мужчин приходится, если от 100% отнимем, 40-35%. Я хочу задать вопрос. Найдет ли женщина с высшим образованием, соответствующая же супруга, с высшим образованием, то есть с определенными духовными ценностями? Как глубоко копну, Анатолий Геннадьевич. Это макросы. Их много. Я не хочу занимать время, чтобы дать другим. И есть микросоциологические аспекты. Ну вот, например, у меня дочка друга проживает напротив Ледового дворца. Но своих двоих детей детский сад не может там устроить близкого. Она их вводит туда, в государственный институт имени Франциска Скорина, на Телегино и тому подобное. Это счастье, что нашлось место. Да, еще и нашло. И близко. То есть много проблем такого плана. Дороговизна жизни. И каждая, причем мать, стремится дать не только о здоровье подумать, и соответствующее образование, культуру воспитать. И много детей. Анатолий Геннадьевич, но я понимаю, что вы со мной согласны, что мамам, хорошим мамам в современной жизни, ой, как непросто. Если раньше забота о ребенке выходить его, правда, там, соблюдать гигиену, чтобы он выжил, то сейчас задач масса. От найти правильного мужа, да, до найти правильный детский сад. Я права? Ну, не только этого. Много, конечно, но в этом многое имеется. Прежде чем мы вместе с вами нарисуем портрет современной белорусской мамы, немного статистики для наших телезрителей. Уважаемые телезрители, знаете ли вы, что в 2016 году в Гомельской области родилось 18 386 детей? Из всего этого большого количества первый ребенок первых детей 7215, вторых детей 7350, третьих детей 2769, четвертых детей 698, пятых всего 218, ну а шестых и последующих 136. Средний возраст матерей в Гомельской области 26,9 лет и средний возраст матерей при рождении первого ребенка 24,4 года. Можно вас немножечко уточнить, уточните данные? Это год, это 2010 год. Это вы имеете в виду последние две цифры? Да, да. Рождение первого ребенка в среднем возрасте матери. 26,9 я указала, да. 25,5 вместо 21 ребенка, 24,4, теперь 25,5. А вообще ребенка... Это в 2015 году 25,5. Уже в 16-м. В 16-м, значит увеличилось на год? Да, на целый год. И вообще рождение ребенка, средний возраст составляет 28,6 лет. Это в 16-м году? Да, побольше, ну, 10-й и выше. Хорошо, это в 16-м году, а в 10-м 26,9. Практически на 2 года увеличился возраст. И увеличивается здесь тенденция. Ну, и вы две интересные цифры провели. Родилось в Гомельской области 18,316 человек. А я хочу сказать, по Белоруссии в последнем году, в 2016 году, аборт сделало 29,217 человек. Полторы в Гомельской области. Нет, давайте сейчас о детях. Это тоже говорит, наверное, о том, что некоторые не готовы стать матерями. Сложно, трудно. А вот, кстати, вы опросы проводите. Какой процент женщин говорит, что мы не хотим стать матерями? Вообще есть такие? Мне удивительно, было бы, если бы такие нашлись. Есть такие данные, и они отражены во многих моих публикациях. В частности, вот публикация, имеется такая моя монография, демографические идеи и концепции. Кто ее желает, может зайти на сайт университета, где я работаю, электронная библиотека, и скачать, и познакомиться. Вот мы с 2005 года, я по государственной программе провожу постоянно социологическое исследование в рамках демографического мониторинга. И мы задаем вопрос, один из таких ключевых вопросов. Если бы вам были созданы все необходимые условия, сколько бы вы хотели иметь детей? Ну, средняя цифра, два-три ребенка наиболее популярны. Но есть от восьми до восьми процентов, которые хотели бы, не хотели бы вообще иметь детей. Совсем удивительно. Сколько бы вы хотели иметь детей, если бы были созданы все условия? Четверо. Диана. Тоже. Согласна. Ну, это прекрасно. Дело в том, что как раз рождение третьего и последующего детей, вот, с точки зрения демографии, и эти мамы для нас правильные мамы, они обеспечивают простое замещение поколений. Не только простое, но даже расширенное воспроизводство. К сожалению, сложившаяся ныне ситуация не дает обеспечить вот это воспроизводство. Но самое неинтересное, а трагическое, трагическое, что с октября прошлого года уменьшается резко рождаемость в Белоруссии детей. И в Гомеле соответственно... Это просто демографическая яма. Давайте посмотрим на это иначе. Нет, 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 я с вами не согласен. Дело в том, что демографическая яма должна наступить в 20-х, 25-х, 30-х годах. Вот. А это, я так скажу, что за первое полугодие этого года в Белоруссии родилось на 7 710 человек меньше, об этом Щеткина Марьяна Анкудиновна заявила, детей, чем за первое полугодие прошлого года. Анатолий Геннадьевич, давайте встретимся в начале года следующего и посмотрим, как много родилось детей. Может быть, это просто первое полугодие такое. Анатолий Геннадьевич, надо ближе к портрету современной белорусской мамы. Сколько ей лет? С каким она образованием? Вы можете нам дать такие данные? Замужем она, кстати, или нет? Вы знаете, здесь каждый год немножко меняется. Ну, среднестатистическая мама. У нас есть данные, скажем, демографические. Рождаемость в различных возрастных группах, скажем. Но сегодня, если, скажем, 2006, в возрасте до 20 лет рожали 12%, давали общую сумму родившихся, то сейчас 3,1%. Сегодня переходит рождаемость в более возрастные структуры. Сегодня нам дают основную возрастные структуры 25-34 года. Так. Вот, дают. Возраст выше. Да. Ну, с воздействием в брак. Хорошо. Это замужняя мама или незамужняя? Есть такие данные? Есть и незамужняя, но я должен сказать. Здесь мы наблюдаем положительную тенденцию рождаемости вне брака. Вне брака. Особенно в последнее время. Если до 2010 года примерно в Гомельской, Могилевской и Витебской области одна треть рожали из-за брака, то теперь, сегодня, я тут не могу ошибиться немножко, где-то 13,4% резко сократилось. А это связано, вы знаете, опять же, с социальной политикой государства. Раньше женщина, родившая ребенка вне брака, получала более высокое пособие. Сейчас уравняли всех. И правильно сделали. Сохраняют семейные ценности. Спасибо, Анатолий Геннадьевич. Что значит быть хорошей мамой в современном мире? Какие периоды жизни в жизни мам являются самыми сложными? И что можно сделать, чтобы обойти все подводные камни и миновать стрессы? Уважаемые телезрители, звоните нам, пожалуйста, 3422-43, пишите в Вайбер. Портрет среднестатистической мамы мы нарисовали. Ну, а согласны ли с этим портретом наши гости, Марина и Диана, сейчас узнаем. Согласны? Ну, наверное... Ну, ваши подруги в каком возрасте рожают? Сколько детей имеют, замужем или нет? Мои подруги, у меня их не очень много, но они все замужем. И вот так сложилась судьба, да, что... Вот именно судьба, наверное, меня сталкивает, и эти женщины становятся моими подругами, у которых трое детей. Это очень здорово. Да, вот так вот просто случается, что мы знакомимся, появляются какие-то общие интересы, и в беседе выясняется, что вот у этой девушки тоже трое детей. Марина, вас просто тянет. Наверное, на каком-то подсознании, да. Может быть, может быть, это и так. Так, хорошо, как справляться с тремя детьми, Диана? Как справляться? Ведь это уже коллектив. Ну, мне часто задают этот вопрос, но он меня, если честно, немножко удивляет. Так же, как и с одним, и с двумя, так же и с тремя. Но я встречала мнение, что говорили, многие мамы говорили, что когда был один ребенок и двое, было справляться тяжелее, чем с тремя. Потому что с ними уже можно договориться. Во-первых, трое детей, это уже как минимум три помощника. Ты можешь распределить обязанности. Дети мне всегда помогают и убирают, и в своих комнатах, и любят очень помогать мне готовить есть. Я их подключаю. И к огородным делам тоже у нас бабушка в деревне, мы к ней ездим. Они с удовольствием занимаются этими всеми делами. И это не из-под палки, это с удовольствием. И очень помогает муж. Поэтому распределение обязанностей, это, наверное, один из секретов. Умение спланировать свое время, свой день. Ну, наверное, это очень удивительно сейчас прозвучит. Но вы, мамы со стажем, со стажем, да, с высоты своего опыта, наверное, можете подсказать молодым мамам, какие ошибки им не стоит совершать. Вот топ-5 ошибок, которые совершают молодые мамы. Ну, наверное, моя была одна из больших ошибок. Это то, что я ставила перед собой просто максимальные задачи, когда родился первый ребенок. Я стремилась, да, я стремилась успеть все и даже больше. Это касалось, в первую очередь, готовки. Нужно было первое, второе, третье, что-нибудь испечь. И я хотела показать мужу, что я справляюсь, что я хорошая мама, что несмотря на то, что мне 22, вот я родила ребенка, я вот все успею, все сделаю. И это выматывало, да? Это очень выматывало, потому что помощи рядом не было. И всю свою черновую работу приходилось буквально ночью делать. То есть я себя не щадила. И потом у меня просто не было сил на то, чтобы заниматься ребенком. Первая ошибка. Диана, что добавите? Я тоже соглашусь, что один из секретов все успеть, это не стараться все успеть. То есть если что-то, какие-то домашние заботы ты не успела сделать сегодня, их можно сделать завтра, не надо на этом зацикливаться. И пытаться все успеть, и пытаться себя разрывать на часть. И корить, да, и чувствовать себя виноватым, потому что все мы люди, мы можем уставать, мы можем не успевать, и это нормально. Я, кстати, хочу спросить, как вы отдыхаете от домашних дел? Я на работе отдыхаю от домашних дел. Диана? Я нашла себя в творчестве. Я нашла себе хобби, плетение, и занимаюсь этим уже два года. И это мой отдых от домашних дел. А как вам удается находить время для себя? У вас есть законное время для себя? Да, у меня есть законное время, это еще один мой секретик, режим дня. Это у нас в семье очень строго соблюдается, и поэтому мы все успеваем, наверное. В 9 часов вечера все по кроваткам, отбой, дети спят, и это время родителей. Можно спросить, и даже самая старшая? Да, она в своей комнате, она, может быть, еще не спит. Но сейчас начался учебный год, и она уже где-то в 10 часов, она уже спит, 10-й сон видит, в 9 все по своим комнатам. И это хорошо работает, Марина, у вас секретик? Ну вот это, да, конечно, режим обязательно. Тоже, да, строгий режим дня? Да, к 9 часам все в постели, дети должны быть утром отдохнувшими, готовыми к такому же рабочему дню, как и мама, и папа. Спасибо. Диана, я хочу предложить вам пройти в зону творчества, где вы сможете показать свои работы и заняться, кстати, своим любимым делом. Вот здесь тоже у вас будет время для себя. Вы расскажите нам, что это за занятие, коротко. Так, это плетение из бумажной лозы или из трубочек по-другому. Вот я принесла готовые трубочки окрашенные и заготовочку. Я буду сегодня плести мобильную сумочку для своей старшей дочери. Она уже давно просила у меня ее, наконец-то я нашла время ее сделать. Еще недодку, да, в телевизионной студии. Сколько времени вам понадобится? Здесь уже она наполовину сплетена, поэтому минут 15-20 и она будет готова. Ну, прекрасно. Мы будем подходить периодически, смотреть, как у вас идут дела, задавать вопросы. Ну и когда результат будет налицо, похвалитесь. Хорошо, что договорились. Замечательно. Марина, скажите, пожалуйста, вы управляетесь сами с детьми или вам кто-то помогает? Ну, только я и муж. То есть бабушки, няни нет? Ну, нет, няни никогда и не было. Одно время муж, видя, как я устаю, он предлагал. Но я как представляла это на практике. И, ну, нет, я не согласилась. По поводу бабушки, одна наша бабушка живет очень далеко в России, поэтому нет. А вторая бабушка живет в Добрыше, она когда может помогает. Но, к сожалению, вот сейчас она больна. И стараемся помочь уже мы ей. Ну, желаем ей крепкого здоровья. И скажите, Марина, вот такой вопрос. Если бы вы знали, что так будет непросто, согласились ли вы на том этапе, самом начальном, с тем, что у вас будет трое детей? На начальном этапе я хотела четверо, чтобы было, вот как я и говорила. Хорошо, но многие мамы представляют прогулки с коленей. Нет, я не представляла так. У меня не было никаких иллюзий, что это будет очень легко. Нет, я знала, что будет непросто, и трудности меня никакие не пугали. Вот я просто нарисовала себе эту картину, что вот у меня будет двое сыновей, две дочери. И шла к этому, но не дошла. Марина, все же ведь впереди еще. Ну, пока я понимаю, что вот, честно говоря, моих сил, их вот впритык хватает на то, чтобы растить троих, ходить на работу, заниматься домашними делами. А как же второе дыхание? Ведь есть и такое. Давайте спросим у Анатолия Геннадьевича. Анатолий Геннадьевич, ну идеальная мама, правда, в студии? Нормальная для нашей демографической судьбы. То есть вы как демограф, как социолог, да? Вот именно такими мамами должны быть все мамы. Хорошо, у меня такой вопрос. Стало ли больше независимых матерей, которые пытаются в первую очередь построить карьеру, а уже потом завести детей? Ну вы вскользь этого коснулись. Сказали, что возраст это детородный, он становится больше, так? Но скажите, может быть, все-таки есть женщины, которые пытаются совместить и то, и другое? Вы знаете, к сожалению, если мы возьмем в зависимости от уровня образования, то те, кто имеет более высокий уровень образования, у них среднее количество детей в семье меньше, чем те, которые имеют... Ну вот у нас пример другой. Да, я говорю. И здесь, конечно, проблема. Дело в том, что нам необходимо не просто большое количество детей для того, чтобы восполнить поколение. Нам нужно детей от высококвалифицированных, развитых родителей. Правильных детей. Абсолютно точно. Вот задача. Но здесь, к сожалению, много проблем, особенно в современных условиях, связанных с занятостью, зарплатой, трудоустройством мужей и многих других. И здесь это в настоящее время, я думаю, что это временное пока. Хотелось бы думать, что это временное. Это не способствует улучшению в целом демографической ситуации, я вам уже давно говорил, о том провале, который мы сегодня имеем. Скажите, пожалуйста, существует ли сейчас такой стереотип, ну, может быть, при опросах вы встречали такое мнение, что мать, имеющая детей, должна сидеть дома, воспитывать детей и больше ничем не заниматься? Я такого... Мы такие, значит, проблемы не поднимали. Такой стереотип, вы знаете, не есть. Некоторые считают, опять же, с более низким уровнем образования, что больше детей, они бы сидели дома. Те, которые им бывают более высокие уровни образования, они имеют желание улучшить свой социальный статус, значит, достичь самореализации своих профессиональных и других навыков. И сегодня те, которые часто сидят дома с родителями, иногда, вернее, с детьми, они, наоборот, хотят выскочить хотя бы из среды другой, окунуться, потому что иногда это затягивает. Отдохнуть хотят, как говорит Марина. Да, затягивает в этом плане. Поэтому здесь должна быть диалектика, соотношение и одного, и другого. Спасибо. Нам приходит в Вайбер высказывание. Вот такое первое. Быть мамой круто. Я даже не догадывалась об этом, пока сама не стала мамой, пишет Ирена. Так, по поводу ваших ответов. Мой муж – точный эксперимент. Хорошо заметил ученый. Это по поводу того, что мужчины – экспериментаторы, а женщины… Нет, не в этом эксперимент. Я говорю, что природа на мужчине справедлива, а не сам мужчина. Хотя, да, мужчина, конечно, более творческая личность. Она старается разнообразить свою деятельность. И часто на работе женщину успокаивает монотонно. Она думает, что и Даша, которая занята, это и приводит порядок ее нервы и тому подобное. А мужчина, ну, здесь и другие есть, и потенциал. Он решает глобальные задачи. Кстати, много сообщений по поводу того, какие из периодов жизни мамы самые сложные. Не просто растить ребенка и учиться в университете, пишут. Не просто отдавать ребенка в детский сад. Вот такие замечания. Жаль, что девушки стали затягивать замужеством, пишет Павел. И еще много-много сообщений, которые мы прочитаем. Я хочу вот что сказать, уважаемые телезрители. Я вижу, что многие ваши вопросы, замечания требуют комментариев специалистов. Поэтому о непростых периодах в жизни мам мы более детально поговорим, когда в нашей студии появится психолог. Звоните, пожалуйста, 34 22 43. Ну, а с Анатолием Геннадьевичем мы прощаемся. Спасибо за интересную беседу. Согласно сообщениям Вайбер, время, когда маме пора выходить на работу после отпуска по уходу за ребенком, а ребенок идет в детский сад, это одно из самых непростых периодов. Так ли это, спросим у нашей гости. Знакомьтесь, пожалуйста, Ольга Грицынок. Добрый вечер, Ольга. Добрый вечер, уважаемые зрители. Скажите, пожалуйста, как же сделать походы в сад праздником и выход мамы на работу без стресса? Вот скажем так, так очертим границы нашей беседы нынешней. Марина нам поможет это сделать. Первый вопрос вам, Ольга. Вот возраст трех лет у ребенка. Скажите, это тот оптимальный возраст, когда действительно маме можно выходить на работу, а ребенку пора в детский сад? Правильно продумали наши законодатели? В этом смысле нам повезло. В отличие, допустим, от многих мам, живущих в европейских, например, странах, и они завидуют нам. И педиатры европейские рекомендуют именно этот возраст как оптимальный для отделения вот такого социального мамы от ребенка. Поэтому нашим мамам в этом смысле действительно законодательство дало прекрасную возможность воспитать ребенка. За этот период успевают заложиться основные его способности, навыки, которые ему нужны будут потом вот в этой непростой, но уже немножко самостоятельной жизни. Да, уже базовые потребности уже удовлетворены мамой и не нужно, чтобы это выполняла какая-то чужая тетя. Поэтому для наших деток в этом смысле это действительно оптимальный возраст, самый комфортный. Давайте спросим у Марины. Марин, у вас трое детей. Все ли дети посещали детский сад? И было ли это непростым временем? Старшие дети в сад пошли в 4 года, так сложились обстоятельства. Бабушка помогала смотреть. Ну, могла помочь. Да, да. И до 4 лет она помогала. Он не шел в сад. Второй сын пошел 4 года в сад только потому, что нас в сад не брали. Нам не давали места. Я была в декретном отпуске с третьим ребенком. Ну, опять так сложились обстоятельства, к счастью. Не нашлось. А вот дочка, она пошла, она уже за двоих. Она в 2 года пошла в сад. Раньше всего. А я вышла на работу, и это произошло в один день. Тоже так сложились обстоятельства. 13 августа, 2 года назад, после 5-летнего перерыва в работе, связанного с двумя сразу декретными отпусками, я вышла на работу. Меня пригласили, сказали, что как раз сейчас есть работа. Ну, и я согласилась. И как раз открывали группу, и воспитателем была моя подруга, поэтому я доверила свое дитя 2-летнее. И, ну, было страшно. Просто как в омут с головой. Было очень страшно. Вам было страшно или Вере было страшно? Нет, ей страшно не было, потому что она эту воспитательницу знала уже буквально в 9 месяцах. Вот смотрите, как жизнь складывается хорошо. Мы по соседству жили, и соседка моя устроилась в сад, и мы попали в эту группу. То есть она уже знала, я отдавала уже близкому человеку, который тоже мама троих детей, воспитательница. Я ей отдавала, доверяя просто как себе. Иначе я, может быть, даже и думала бы. То есть получилось, что вот эти сложности адаптационного периода вы не прочувствовали? Ну, они были, скажем так, они были минимальными, потому что я настолько доверяла воспитателю. Я знала, что все нюансы поведения, что бы там ни произошло, никто замалчивать не будет. Если ей некомфортность, она будет плакать. Если будут какие-то стрессы, мне об этом расскажут. Я поняла. Все было хорошо. Ольга, Марине повезло. А с чем сталкиваются остальные родители, скажем так, большинство родителей? Как помочь им преодолеть вот эту стрессовую ситуацию, которая складывается в семье при походе ребенка в детский сад? Вот здесь именно этот фактор доверия мамы к воспитателю играет очень большую роль. Вот здесь он сложился сам по себе. Вот так сложились обстоятельства. В другом случае можно попробовать сделать это самим, потому что ребенок всегда очень чувствует, насколько мама доверяет воспитателю. И когда он понимает, что его не просто бросили куда-то там и оставили, и не возникает это ощущение брошенности, когда он видит, что мама доверяет его жизнь только очень хорошей тете, он гораздо спокойнее себя там чувствует. Ольга, хорошо. Нужно убедить ребенка в том, что я доверяю воспитателю? Обычно мамы... Что за система знаков должна быть? Люди обычно очень боятся прежде всего неизвестности. Поэтому самой маме, чтобы меньше переживать, видимо, стоит побольше узнать о том, как организована вообще жизнь в группе детского сада. Познакомиться с основными воспитателями. Попробовать найти с ними контакт до того, как ребенок пойдет в садик. Чтобы самой понять, что это за человек воспитатель. И чем воспитатель тоже заинтересован, чтобы ребенок наиболее комфортно себя в группе чувствовал. Он с удовольствием примет ваши сведения о том, как ваш малыш любит засыпать, как ему проще и быстрее снуть, как его покормить, как подход к нему найти. Поэтому чем больше вы узнаете, тем легче вам и спокойнее будет. Чем больше будет знать воспитатель, тем будет проще ребенку. Замечательно. Я хотела спросить у Дианы. Диана, а ваши трое детей, они посещали детский сад? Да, все трое были в садике. Причем все в одном и том же саду. Так. И как проходила адаптация? Сложнее всех было первой дочери. Ну, во-первых, она и попала в сад рано, в два года. Ей был очень такой возраст, когда ребенку очень мама нужна рядышком. И очень сложно ей было расставание. Но со временем она тоже адаптировалась, как и все остальные. Хорошо, но вы же нашли эти приемы? Какие именно? Что способствовало адаптации? Со старшими я уже была детками уже более подкованная и как мама. И уже получила второе образование психолога. Мне это тоже очень помогло. А, вот что! Знания, новые знания. Конечно. Уже я психологически могла подготовить детей к садику. Мы ходили, знакомились с территорией сада, с воспитателями познакомились заранее. Он уже знал, что вот это будет его воспитатель, что для чего он там будет в саду оставаться один, что он там будет делать, что он там будет гулять, что мамы рядом не будет. То есть вот как раз тот момент доверия, о котором Ольга и сказала. Не было неизвестности. Спасибо большое, спасибо. Ольга, хорошо, а что делать, если адаптация произошла достаточно легко, но вдруг ребенок в один момент отказывается идти в детский сад? Ну, в общем, трудно сказать. Бывает несколько причин, конечно. Но часто такое бывает, например, после первого больничного. Если все сложилось неплохо. И, в общем-то, действительно, родители сделали все так, чтобы ребенок хорошо адаптировался, все замечательно. Но происходит то же самое, как и со взрослыми, которые, например, после отпуска выходят на работу. Не хочется идти на работу. Что делать, Оля? Больше всего нуждается в отпуске человек, из него вышедший. Так и ребенок. Он просто, допустим, он хорошо принял сад, но он просто тут же понял разницу между нахождением дома. Здесь, да, ему нужна поддержка. С одной стороны, надо маме все-таки дать понять, что вариантов нет. Она не сможет сидеть все время дома. Но она сделает все, чтобы ему было хорошо дома, и дома было интересно. И вечером она обязательно его обнимет, встретит. И вечер пойдет прекрасно. Дать уверенность. Но в то же время объяснить, что садик – это необходимость. И он уже такой большой. Здесь еще, вы знаете, хотелось бы сказать вот что. Смотри, как мама подготовит еще ребенка к поступлению в сад. Одно дело, когда ребенка настраивает, что там будет все очень строго. Его научат жизни. Так делать не надо. Это ребенка очень пугает. Другое дело, помните, как в советское время говорили мальчику, что, ну, например, ты не можешь застелить постель, ты что, тебя же в армию не возьмут? Таких в армию не берут. Может быть, немножко такой же подход можно применить к саду. Сад – это очень почетно. Это свидетельство статуса и того, что ты уже действительно вырос. Это нужно еще заслужить. Такой подход и такая точка зрения мамы и близких, он способствует тому, что ребенок это оценивает как очень высокую какую-то должность. Это совсем другое отношение. Очень здорово. Ольга, есть вам вопрос от Павла Забаровского. Подскажите, как подготовить ребенка к посещению детского сада? Ну, тут, я так понимаю, это общий вопрос. Как уменьшить влияние невоспитанных детей в группе? Всегда бывает, что в группе несколько деток, которые любят шуметь и которые требуют к себе отдельного внимания, обычно подобное притягивает подобное. Вот, и поэтому те дети, которые… Неожиданный ответ скажу вам. Рыбак рыбака видит издалека. Тот, кто любит побегать, будет бегать с таким же. Тот, кто любит конструктор, они сядут рядышком, будут его собирать. Поэтому здесь, конечно, хорошо бы, чтобы воспитатель и родители договорились о том, какие методы воспитания в группе приемлемы. И как родитель дома может объяснять, что можно делать в группе, чего не стоит. Потому что если дома будут учить давать сдачи, то в группе это никак поддержки не найдет. Спасибо, Ольга. Есть еще один вопрос, который мы все-таки не осветили. Вот Марина сказала, что адаптация достаточно легко проходила. Это индивидуально. Да, это индивидуально. Вот. Но были сложности другие. Вам было… Были периоды, когда вы чувствовали, что вам тяжело быть мамой. Это когда? Ну да, были, конечно, периоды тяжелые, когда… Вот эти пять с половиной лет декретного отпуска. Вот как вам? Ну, во-первых, да. Несмотря на то, что я очень хотела детей, я с радостью воспринимала известие о своей беременности, о рождении детей. Но, конечно, на работу уже очень хотелось, хотелось смены какой-то деятельности. И второй декрет, ну, дался, наверное, тяжелее. Потому что я уже готова была выйти на работу. Родила еще одного ребенка. И несмотря на то, что дочка и долгожданное все, я уже была устремлена мыслями на работу. Да, пришлось опять, да, вернуться на ту же отправную точку. Вот было просто тяжело очень физически, потому что было сыну два года, родилась дочка, помощи не было. Никакой… у мужа были командировки, такая работа, что я практически всегда была одна. Но бывает же еще и тяжесть психологическая. Вот Марина хотела на работу, стремилась. Она знала, что, да, прогресс ушел вперед, но снимать сюжеты она не разучилась и не разучилась быть радио и телеведущей, так? Но есть же люди, мамы, которые сомневаются в этом. Оля, как этот страх преодолеть? Да, такое бывает достаточно часто. Особенно, когда это первый ребенок и первый выход из декретного. Могу сказать даже на своем примере, когда моей старшей девочке было полтора годика, я поговорила по телефону со своей коллегой и спросила ее, как там дела на работе, и в конце разговора я поняла, что я чувствую себя курицей. Это то, как вот… В смысле? В смысле абсолютной глупости, потому что те термины, которые я раньше прекрасно знала, я поняла, что я больше этого не помню. И мне показалось, что мне нужно будет менять профессию, мне показалось, что я потеряла свои навыки. И этот страх свойственен очень многим. Дело в том, что с точки зрения физиологии гормоны женские… Это гормональная, да? …которые помогают маме быть выносливой, заботливой, очень внимательной, они нашу интеллектуальную деятельность немножко на пятый план так задвигают, потому что для воспитания ребенка какие-то высокоинтеллектуальные действия не нужны. Нужна внимательность, заботливость, вот это. И некоторым женщинам иногда кажется, что они больше не смогут делать то, что делали раньше. И, видимо, надо что-то делать, ну, что-то менять. Она поглупела, и этот страх где-то немножечко ее притормаживает. Но на самом деле я бы, конечно, ну, немножечко вот… Успокойте мам. Да. Дело в том, что где-то через полтора года все мыслительные функции восстанавливаются, разве что информацию надо будет освежить при выходе на работу. Но, дорогие мамочки, дело в том, что за время того, как вы растили ребенка, вы приобрели столько замечательных качеств. Это такой опыт, который гораздо сложнее, чем действие на работе. Поэтому это обогащает вас, это делает вас опытнее, сильнее и интереснее. На работе вам просто потребуется, как и при любой смене деятельности, одна-две недели, чтобы набрать нужный темп. Войти, войти. Да, в знакомое. Спасибо, вы очень оптимистичную информацию дали нашим мамам. Марина, у вас есть вопрос? Я просто хотела добавить, что и доброжелательные отношения руководства, которые понимают, что ты определенный промежуток времени провел дома, что какие-то навыки утеряны и не требуют от тебя программы максимум сразу же, на следующий день после выхода, дают тебе время раскачаться. И вот этот период тоже влияет на дальнейшее. Разочаруешься ты в себе и поймешь, что действительно все навыки утеряны, и тебе здесь делать больше нечего. Или ты получишь поддержку, одобрение своим даже минимальным каким-то успехом, первым после декрета, идешь дальше. Мне в этом тоже повезло. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, нам достаточно много вопросов юридического характера. Приходит Вайбер. Может ли мама работать, находясь в декрете? Не потеряет ли она детское пособие? И так далее. И я считаю, что пора приглашать в эту студию юриста. Звоните нам, пожалуйста, 34 22 43 и пишите в Вайбер. Может ли мама работать в период отпуска по уходу за ребенком до трех лет? На этот и другие вопросы мы пригласили ответить Екатерину Филипцову, главного правового инспектора труда Гомельского областного объединения профсоюзов. Добрый вечер, Екатерина. Нам очень приятно встречаться снова в этой студии с вами. Вопрос прозвучал. Может ли мама работать в период отпуска по уходу за ребенком до трех лет? Я скажу, что это наиболее часто задаваемый вопрос, с которым приходят мамы на консультацию в областное объединение профсоюзов. Потому как мама сейчас активная, мобильная, и достаточно большой процент от обращающихся мам хочет реализовать себя. Отвечу на ваш вопрос, Елена. Да, законодатель предоставил мамам такое право. Однако есть определенные нюансы. Мама может работать в период отпуска по уходу за ребенком по своему основному месту работы. То есть это то место, где заключен контракт. С которого она уходила в депрессию. Да, абсолютно верно. Но на этом месте она может выйти по другой профессии, либо должности. Вот это основной акцент. Либо мама может выйти к другому нанимателю, но обязательно условия неполного рабочего времени. То есть половина месячной нормы, не более 20 часов. И здесь поясню на примере. Учитель. В контрактах с учителями встречаются различные наименования данной профессии. Учитель. Учитель русского языка. Учитель математики. Так вот, учитель русского языка не может выйти из социального отпуска по уходу за ребенком по своей профессии учителя русского языка. Но может выйти на условиях неполного рабочего времени учителем математики. Вот это самый такой простой пример. Ну, например, в продленку. Все-таки математики учить детей он вряд ли сможет. Ну, есть, как мы уже поняли, мамы с двумя образованиями, различное повышение квалификации, может и воспитателем выйти. Интересный ответ. Честно говоря, даже этого не знала. Скажите, пожалуйста, вот какие особенности режима и графика матерей, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком? Ну, кроме того, что они имеют право не больше, чем на 50%. Да? Ну, мы рассматриваем ту ситуацию, когда мама у нас, не прерывая отпуска по уходу за ребенком, вышла на работу до достижения ребенком возраста 3 лет. Екатерина, я еще хочу спросить. Значит, она не теряет в пособии? Она не прерывает свой социальный отпуск и не теряет пособия. То есть ей выплачивается 100% государственного пособия. Таких мам наниматель не имеет права привлекать к сверхурочной работе, к работе в государственные праздники, праздничные дни, выходные дни. Не имеет права направлять в служебные командировки. Привлекать к работе в ночное время, то есть с 22 часов вечера до 6 утра, только с их письменного согласия. Так. Вот это основной акцент для тех мам, у кого детки до 3 лет. Законодатель также предусмотрел такую возможность выхода женщины на работу до достижения ребенком возраста полутора лет. Бывает и такое. Так складываются жизненные обстоятельства. Для таких мам предусматриваются перерывы для кормления ребенка. Через каждые 3 часа продолжительностью 30 минут. Они включаются в рабочее время и оплачиваются. Вряд ли она успеет все-таки домой съездить за это время. Здесь законодатель также пошел навстречу мамам. Сложить это время? Можно присоединить к перерыву для отдыха и питания, то есть это наш обеденный перерыв. Либо их на начало дня и на конец дня, потому как они все равно включены в рабочее время и оплачиваются. Спасибо за ответ. Ну, Марина у нас работающая. Она вышла раньше из отпуска по уходу за ребенком. Кстати, сохраняли вот этот... Я вышла, да. Я работала сначала на условиях неполного рабочей недели, неполного рабочего дня. Да. И потом вот я работала так практически до достижения ребенком 4 лет. Потому что нагрузки много. Нужно в школу, со школы кого-то, из садика в садик. Это все в разных местах. Школа у ребенка в первый класс пошел. У дочки садик. Это все в разных местах. Надо успеть, и я не успевала. Поэтому я работала почти два года на условиях неполного рабочего дня. Такое возможно. А потом я перешла уже на статус. Так, трудовой кодекс предусматривает... Это достаточно мало кто знает, но любая мама, которая имеет детей в возрасте до 14 лет, имеет право попросить у нанимателя неполное рабочее время. И наниматель обязан предоставить. Это не все знают. Можно достаточно двоих или нужно больше? Достаточно одного. А, даже достаточно одного? До 14 лет. Да. Ну, у меня другая как бы льгота, потому что у меня трое детей, и все малолетние. То я имею право, даже после того, как я вышла уже на ставку, перешла, у меня есть один дополнительный выходной день в неделю. Я взяла пятницу, я успеваю, стараюсь там приготовить, убрать, пока дети в школе, в саду. Вот это вот секрет, о котором я хочу. В этот день вы на работе не отдыхаете. Вы отдыхаете дома. Да, конечно. Давайте спросим у Дианы, как у нее обстоят дела. Ну, сначала, так, она показывает нам прекрасный, это сумочка, сумочка для зарядного мобильного телефона, для зарядного устройства. Сейчас мы вернемся, но сначала у меня вопрос. Вы же находитесь сейчас в отпуске по уходу за ребенком, да? Сколько младшему? Два года и пять месяцев. Собираетесь ли вы выходить на работу? Нет. Наш малыш пошел, вот вторую неделю ходит в детский сад, но я собираюсь оставаться в декретном до трех. До трех лет, как минимум. То есть раньше не пойдете? Да, потому что я хочу больше времени посвящать своему любимому хобби. Хобби. Так, может быть, вы хобби, несмотря на то, что у вас есть два высших образования. Вы, кстати, педагог, учитель русского, английского, белорусского и психолог. И педагог-психолог. Здорово. Может быть, вы посвятите основное время, вот, сделаете свои профессии и хобби? Это было бы очень здорово, я была бы счастлива. Это объединяет семью? Хобби. Хобби, творчество, да. Ну, очень помогает мне. Муж на ярмарках вместе со мной ездит и стоит на ярмарках. Дети помогают мне. Можно сказать, что объединяет, да. Ну, честно говоря, после первой программы, в которой вы приняли участие, у нас появились люди, которые с вас взяли пример и начали плести из газетной лозы. Я так назову. Кстати, вот перед вами, уважаемые телезрители, работы Дианы, это маленькие, маленькие работы, а дома есть большие. Даже, я знаю, есть корзины для котов. Котодом, да. Так, и котодом, и даже есть корзины для белья, большие, да, в которых младший мальчик может спрятаться. Это очень здорово. Диана, давайте пройдем в основную зону. Возможно, у вас есть еще возможность задать вопросы психологу и юристу. Ну, а пока мои вопросы. Екатерина, скажите, пожалуйста, какие ситуации... Я знаю, что в ряде случаев пособие по уходу за ребенком до достижения им трех лет назначается и выплачивается в размере 50%. Так вот, какие-то случаи? Есть такие случаи. Например, мама работает на условиях полного рабочего времени. Либо условия не полного рабочего времени, но более 20 часов. То есть это возьмем 20 часов, это 0,5 ставки, 0,65 ставки, это уже более половины нормы часов. Женщина выполняет работу на дому у нескольких нанимателей. Женщина выполняет работу по гражданско-правовому договору. Обучается в клинической ординатуре на очной форме и получает стипендию. Далее является адвокатом, нотариусом, индивидуальным предпринимателем, ремесленником и не приостанавливала свою деятельность. То есть, если, например, Диана захочет оформить свои трудовые отношения вот таким способом и стать ремесленником, профессионально этим заниматься, то... Ну вот, например, если Диана сейчас примет это решение, ремесленной деятельностью можно заниматься и без регистрации индивидуальным предпринимателем с уплатой ремесленного сбора. Диана уплатит ремесленный сбор и сразу же будет получать пособие в 50% размере. Но, допустим, Диана получила два месяца уже уменьшенное пособие, принимает решение, что все-таки хочет заниматься больше ребенком, меньше уделять времени профессиональной деятельности. Тогда она подходит в налоговую инспекцию, подает заявление о приостановлении ремесленной деятельности и, соответственно, занимается своей профессией мамы и получает пособие в размере 100%. Спасибо, Екатерина. Нам в Вайбер пришли вопросы. Такой вопрос. У некоторых мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, есть старшие дети. Ну, вот это наша ситуация. В случае, если старшие дети заболевают, выдаются ли папе больничные листы? Ведь фактически ухаживать и за грудничком, и за заболевшим старшим ребенком сложно. Алена. Тоже достаточно часто задаваемый вопрос из практики. Так предусмотрено, что если мама находится в социальном отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста 3 лет, либо не работает, больничные листы в данной семье не выдаются на ребенка младшего и на остальных детей. Но если вдруг так случится, что заболеет сама мама, либо получит травму, либо наоборот, будет радостное событие рождения следующего ребенка, то есть роды, вот на эти конкретные периоды папе выдадут... Предусмотрены больничные. Отличные. Спасибо большое. Марина, Диана, есть ли у вас вопросы к Екатерине? Да, у меня есть вопросы. Пожалуйста. Я вот слышала, как Марина рассказала, что при выходе на работу у нее есть возможность взять один дополнительный выходной. А распространяется ли это на папу? Да, распространяется. Значит, ну, условия, значит, чтобы папа мог взять такой день, мама должна быть занятой. То есть есть закон о занятости, и там есть статья 2. Там перечислены конкретно определенные случаи, когда второй родитель считается занятым. Так вот, на уход за ребенком до достижения возраста 3 лет мама считается занятой. То есть папа имеет право подать заявление на предоставление ему такого дня. Да, причем этот день оплачиваемый за счет средств социального страхования. Спасибо. Возможно, еще придут вопросы. Возможно, Марина, вы свой зададите. Ну, а пока вы готовите эти вопросы, Ольге в Вайбер пришел вопрос. Действительно ли есть дети, которые никогда не привыкнут к детскому саду? Или это не профессионализм педагогов плюс неправильное поведение родителей? Сергей Юрьевич. Я за свою практику работы не встречала детей, которые не могут привыкнуть. Если, ну мы, наверное, не будем включать сюда определенные отклонения в развитии деток. Нет, обычные дети, да. Скорее есть просто не очень большая мотивация родителей. Но в конце концов у нас у всех есть выбор. Если у родителей есть возможность, то почему бы и нет? Можно не обязательно, конечно, ребенка отдавать в детский сад. Хотя там он получит достаточно важный для современного общества опыт в жизни. Поэтому скорее здесь ребенок – это отражение эмоционального мира мамы в первую очередь. Вот его поведение – это отражение мамы. Спасибо большое. И моменты переживания. Спасибо. Остались ли у Марины и Дианы вопросы к психологу и к юристу? Ну вот один вопрос у меня есть. Пожалуйста. К психологу, да, я. Мне все время, когда я на работе, когда мне приходится задерживаться, командировки, еще я не успеваю что-то. С детьми у меня вот прям очень большой комплекс вины. Вины перед ними, что я не успела погулять. Я приехала только, когда укладываться спать. И что дети на меня будут обижаться за это. То есть вот как себя простить и как вообще в принципе не лелеять в себе, вообще не взращивать это чувство вины. Давайте попробуем тогда сравнить с чем-то. У вас какой есть в данном случае выбор? Никакого. Ну, допустим, у некоторых мам есть выбор. Возможно тогда не работать и посвятить себя все свое время детям. Я очень люблю свою работу. Я не хочу не работать. И в таком случае мама, которая пожертвует этим своим очень важным, этой частью ее жизни важной, потом, возможно, ее накроет волна другой вины и другого сожаления. О том, дети-то растут. Современное информатизированное общество делает наших детей так очень умными и продвинутыми. И очень скоро мама начинает от них отставать. И она понимает, что она все равно не сможет дать того, что должна дать. Просто они уже подросли, в них будут другие потребности. И там возникнет то же самое. Понятно. Поэтому мама, которая все-таки старается и успевать выполнять свое любимое дело, это тоже пример для деток. И это позволяет ей оставаться всегда на уровне и показывать детям, как нужно стремиться, как нужно уметь достигать цели, которые в жизни очень важны. Спасибо большое. Очень хороший совет. Спасибо большое, говорю я всем участникам, всем участницам и участникам передачи. Спасибо большое всем, кто написал в Вайбер свои сообщения. Благодарим вас за вашу активную жизненную позицию. Я поняла, дорогие мамы, дорогие специалисты, одно, что хорошей мамой в современном обществе с поддержкой юристов и психологов быть достаточно легко. Уважаемые телезрители, это была программа «Добрый вечер, Гомель» и ведущая Елена Троценко. Всего наилучшего, до следующей встречи. Субтитры сделал DimaTorzok